Всем привет! Сегодня у нас снова БНС. Сегодня планирую создать нового персонажа, нового класса. Так, создавайся. О, персонаж, я же могу еще создать. Да, могу. Так, я хочу мастера музыки. Кто у нас может быть музыкантом? Мастер музыки. Так, у нас может быть Шен. Ага, Ван не может быть. Лин может быть. И Фен. Так, я думаю, что у нас будет Шен. Я думаю, что очень классно будет смотреться мужской. А почему не может быть мужской? Что за дискриминация? Во всех фильмах мастера мелодий это мужчины. Возмутительно. А потом мне пишут комментарии, что из серии. Ну, подскажите, как вы думаете, почему девушки чаще выбирают, типа, женских персонажей, ну и мужчины выбирают женских персонажей? Да потому что, вот, я хотела создать мужского персонажа, потому что мне кажется, что очень классно подходит. Сейчас я тогда подумаю, хочу ли я Фен. Потому что Фен они более такие... Эльфа подобные. Ладно, попробуем. Так, мастер мелодий. Сейчас мы сделаем пониже ростом. Я обычно персонажей всегда создаю невысокого роста. Телосложение. Ладно, будем идти по порядку. Начнем с лица. С лица, конечно, воды не пить. Достаточно ли музыкальное у нас лицо получается? О, какая. Прям даже изначально личико очень миленькое. Я бы только цвет глаз, наверное, поменяла. Вообще, почему-то мне нравится вот эта прическа. У меня, по-моему, даже есть уже один персонаж с такой прической. Или я ошибаюсь? Так, базовые лица. Это лицо мне понравилось. Здесь мы выбираем кожу. Цвет кожи тоже вроде нормальный. Так, блеск лица. Сделаем ее более фарфоровой куколкой. Прическа. Прическа мне понравилась, но я бы сделала слишком вызывающе. Люблю зеленоболосых персонажей. Мне кажется, вот этот. Так, варианты. Это уже какой-то желто-салатовый. Так. Я даже не знаю. Причем, я знаю, что в игре можно паричками потом менять будет прическу. Цвет волос там и зафиксируем. Хотя, в принципе, если достаточно необходимых элементов, ингредиентов, то можно, в принципе, и волосы покрасить. Потому что мои основы, если помните, я там переодевала ей волосы. Господи, это ужасно звучит. Так. Не знаю, с одной стороны хочется зеленые, а с другой стороны как-то вот в образе не очень. О, есть прям такие. Наверное, вот такие. Они приближены вроде как к живым, но они зеленые. Так. Телосложение. Интересно, какое сейчас телосложение зафиксировано. Не вижу, чтобы что-то было выбрано. Но постараюсь потом вручную поправить. Потому что так вроде ок, но я бы сделала ее пониже роста. Так. Особенности зрачков. Сначала мы сделаем глаза. И что, нельзя более... Более зеленые глаза нельзя? Это вот вся зелень, которую я могу себе позволить. Так. Выбран у нас вот этот зрачок сейчас. Но вот так, мне кажется, интересно. Потому что здесь у нее какой-то странный. Здесь лучше. Да, по-моему, очень люблю. Так. Форма бровей. Я обожаю вот такие брови. Да, из-за того, что... Мне кажется, сейчас... Из-за того, что у меня определенные настройки графики, из-за того, что при других настройках графики игра очень тормозит, мы видим не во всей красе, как можно было увидеть. У меня вот вообще на какие-то тут пиксели распадается ресница. То есть слишком высокая детализация, и все, и графика буксует. В общем... Так, слишком жалкие какие-то глазки получаются с такими бровями. О, тут прям как настоящие. Так, цвет бровей. Так, приблизим к нашему натуральному цвету волос. Ресницы. Ресницы нам предложили вот такие. Ну, в общем, разница не сильно заметна. Вот такая вообще куколка получается. Макияж. Цвет подводки черный. Яркость такая. Тени нежные. Давайте посмотрим, если будет фон вызывающе. Розовый очень приятно. Цвет румян. Не слишком румяная. Теперь румяная. По-моему, мило. Так, плотность мы сделали. Цвет синей 60. Да, мне кажется, так лучше. Губы. Помада у нас такая. Это мне не нравится. Не нравится слишком как-то. Так, а если яркость? Вот. Кавай! Так, особенности лица. Веснушки. Не знаю, по-моему, этому персонажу очень идут веснушки. Никогда у меня не было веснушчатого персонажа. Это прям первый опыт. Так. Так, я немножко посмотрела. Мне показалось, что достаточно громко идет сейчас музыка фоновая. Сейчас чуть-чуть уменьшу. А то мой голос практически не слышно. Ну вот, пока вот так применить. Окей, посмотрим, как это будет записываться. Так. Веснушки мы оставляем. Лицо. Брови. Наверное, я попробую повыше. Сейчас брови у нас минус пять. Сейчас посмотрим, как если сделать повыше. Нет, минус пять гораздо было лучше. Изгиб минус семь. Да, вот так. Так. А то у нее слишком было удивленное лицо. Меня немножко это напрягало. Лоб. Лоб у нас здесь не очень заметен под челкой, поэтому я думаю, ничего не буду менять. Высота глаз меня устраивает. Размер глаз прям красота. Ширина глаз отлично. Размер радужки. Тоже мне все нравится. Форма глаз, разрез глаз. Так, разрез глаз минус шесть. Можно сделать ее более такой... Нет, тогда она слишком дерзкая как-то. Хотя она уже у нас... Так. Сколько там было? Минус шесть? Так, не знаю, какой-то... Не знаю, лучше или хуже стало. То есть в процессе изменения как-то не очень, а когда вот там пару раз моргнешь, и уже кажется, что лукавый такой взгляд получается, мне нравится. Так, между глазами расстояние меня устраивает. Посадка глаз. Нос. Не знаю, не сделает ли нос пошире, потому что меня немножко смущает. Так, форма носа. Так, переносица, не знаю, оставим, наверное. Ширина кончика минус тринадцать. Мне кажется, вот так больше на живой нос похож. А то совсем его... Да, так оставим. Рот в положении. Окей. С артом вообще очень сложно. Я один раз, когда создавала персонажа, как-то там... Ну вот, в конструкторе мне показалось, что все отлично. А потом, когда персонаж уже в ходе игры выдавал какую-то мимику, получалось прям, ну, совсем не очень. Так... Так, что еще мы можем тут поменять? Подбородок, наверное, такой оставлю. В профиль мне все нравится. Ну и, в принципе, если так подумать, не так часто я буду видеть персонажа вот так крупно. Потому что все это дело будет в бегах. Так. Торс. Вот, рост. А, у нас самый минимальный рост. Какие-то такие бесконечно длинные ноги. Ну, потому что я выбрала фена. Может, какой-то другой, кстати, фон выбрать. Потом я поняла, что меня немножко напрягает тот фон. Ну, а, и, кстати, да, это удобно. Можно в разном освещении посмотреть. Почему-то мне кажется, что как будто бы здесь у этого персонажа немножко коротковата шея. Как-то вот в пропорции. Слишком длинные ноги. Не думала, что когда-нибудь это скажу. Надо какую-то другую позу ей выбрать. Потому что иначе непонятно. Мне нужна какая-нибудь прям статичная прямая поза. Чтобы понять... Блин, она все вот так вот... Все время сгибает ноги и... Не очень понятно. Так. Можешь как-то встать, не кривляясь? Так, наверное, вот это самый нейтральный, что нам могут предложить. Так. Как мы в разных нарядах смотримся. Потому что... Потому что... Иногда бывает, что что-нибудь подправишь в наряде. Вернее, подправишь в фигуре. А потом именно в наряде ты понимаешь, что... Вроде как сделал все пропорционально, а в наряде персонаж выглядит непропорционально. И вот сейчас... Уже не кажется, что у нее какие-то слишком длинные ноги. Вроде как с нарядом все супер. Так, что у нас еще есть? Вот такой тут вообще ног не видно. Я поняла, что у меня хотя и есть один фэн. Я очень мало ей играла. Поэтому даже не знаю... Какие наряды как на фэнках смотрятся. Потому что чаще всего я играю за линов и за шенов. Ну, честно скажу, в наряде выглядит офигенно. Может и не стоит ничего трогать с ногами. А то будет только хуже. Наверное, такую фигуру и оставлю. Вроде руки нормальные, миниатюрные. А то иногда бывает, что как-то автоматически создается персонаж. У него какие-нибудь гигантские ладони. Единственное, что с шеи бы я как-то... Надо найти действительно позу, где хорошо видно шею. Так, наряд какой-нибудь базовый возвращаем. Поза... Так, давай позу с шеей. Блин, что с ногами, что с шеей. Все время у нее куда-то... Все время вот этот наклон головы непонятный. Вот тут... Так, вот с этим... Так, какой-нибудь наряд. Непонятно. Просто боюсь сделать, потому что у меня был персонаж слишком длинной шеи. Пришлось его даже удалить. Я очень не люблю удалять персонажа. Но иногда что-то создаешь, начинаешь им бегать и понимаешь, что... Какой-то кошмар. Но тут вроде все клево. Так, ладно, не будем мучить персонажа. Оставим ему ту комплектацию, которую предложила система. Лицом я довольна. Вам очень мило получилось. Так, далее. Так, у меня почти все персонажи находятся на Аметисте. Ну и так как у меня вообще в основном всякие друзья тоже на Аметисте, именно поэтому там я и создаю. Так что этого персонажа тоже будем создавать там. Сейчас попробуем. Самое мое любимое, нелюбимое. Кстати, тут есть возможность купон быстрого развития. И, кстати, один раз я использовала при создании нового персонажа купон быстрого развития. И хочу сказать, что это единственный персонаж, за которого я не умею вообще никак играть. Потому что все-таки, когда ты создаешь персонажа с самого нуля, ты проходишь обучение, это же не просто повторение одной и той же сюжетной линии. Тебя учат играть за конкретного персонажа. А когда ты его создал, он сразу 50 уровня. Ну, как-то, не знаю, у меня не сложилось с этим персонажем. Вот. И как бы, когда я в какой-нибудь пати попадаю людей, я раздражаю тем, что я не умею пользоваться этим персонажем. В общем, поэтому я предпочитаю с первого уровня. Не знаю, по-моему, это классно. То есть ты с самого начала, с нуля, отучиваешься играть за этого персонажа. Так, самое сложное в игре, это придумать имя. Какое имя мне придумать? Сейчас посмотрю. Интересно, мы можем русское имя придумать? На русском языке. Так. Так, вы можете создать. Создать. Вытас. Персонаж с параметром. Мастер мелодии. Расса фэн. Пол женский. Меценюй. Окей. Можем создать? Имя уже занято. А интересно, можно создавать двойные имена? Ага. Сейчас попробуем. Вау. Можно создавать с двойным именем. Я никогда не создавала. А, нет, создавала. Господи, вот-вот я. Так. Все равно мне кажется, что какая-то коротенькая шея, но будем надеяться, что это исключительно из-за позы. Потому что сейчас мы будем бегать и все будет круто. Что ж, начинаем путешествие с новым персонажем. Посмотрим, какую часть сюжета нам оставили разработчики. И, да, это очень интересно попробовать совершенно новый инструмент, как он будет использоваться. То есть это все-таки не какая-то вариация меча, не какая-то вариация лука или магических способностей. Это вот прям что-то новое. Прям интересно, как это обыграли. Потому что во всяких фильмах мастера мелодии это очень круто выглядит. Если кто смотрел разборки в стиле кунг-фу. Это вот оно. Так. Я чуть испугалась, что здесь все тормозит. Пойдем. О, нет. КОНЕЦ КОНЕЦ Это же символ моей школы. КОНЕЦ Что-то мне кажется, я переборщила с уменьшением звука, даже мне было тихо сейчас слушать. Сейчас надо будет подкрутить. НОВИЧОК! Вставай скорее! Ты чего лежишь? Солнце уже взошло! Поднимайся, Соня! Быстро! Сколько можно, Соня? Вставай! Хватит спать! Бери свой наряд и одевайся! Живей! Так, проверила, что всё нормально пишется. Что я, как говорится, перестраховалась со звуком, но вроде всё нормально. То есть речь персонажей пишется окей. Наряд вон там на столе. Да что с тобой сегодня? Соберись! Используй клавиши WASD, чтобы подойти к столу и взять одежду. Двигая мышью, ты можешь оглядеться по сторонам. А если хочешь воспользоваться курсором, зажми клавишу ALT. Да, поначалу будет непросто. Но скоро ты привыкнешь, не волнуйся. Поищи свою одежду. Двигайся с помощью клавиш WASD. Мышью меняй направление. А если тебе нужен курсор, зажми ALT, не забудь. Так. Отлично. Всё-таки получился миленький миниатюрный персонаж. Мы даже меньше, чем... Блин, похоже у меня зафиксировалась эта странная поза, но да ладно. Так, одеяние пути Хона. Так, и надо его экипировать. Подойди сюда, если нажмёшь клавишу F, то сможешь поговорить со мной. Так, посмотрю как. Как-то она так вообще в сторону смотрит. Ну, ладно. Ну, пора будить остальных. Вы все лентяи и сони. Какое будущее ждёт школу пути Хона с такими-то учениками? Если забудешь, о чём мы говорили, нажми клавишу J и открой окно заданий. Там всё написано. Так, отлично. Комната учеников здесь, слева. Да, из-за того, что у меня прокаченный, собственно, сам уровень аккаунта. Можно сказать, что прям шикарно. Но это даёт мне, как новому персонажу, достаточное количество очков. И сейчас система воспринимает, что я при смерти. Что у меня там сколько там? 2% от моего здоровья существует. Какая ностальгия. А я помню их. Ещё вот такими. Говорят, напишите в комментариях, кто играл с самого начала, когда ещё тут были всякие прикольные маленькие задания. Типа, разжечь костёр. Ой, блин, я тут не умею летать ещё. Интересно. По-моему, их устранили, эти задания, которые были здесь. Типа, помочь с готовкой и всё такое. Ну, в общем, всё такое интересное, где мы немножко знакомились с миром. То есть, по сути, по-моему, здесь мы переходим сначала к обучению, к управлению своими способностями. Нам выдают наше оружие. И дальше уже начинается сюжетная часть. Эй, а что тут происходит, а? Ох, умираю, как хочу спать. Так. А, уже так поздно. Чиньон опять будет на меня ворчать. Ладно, мы с Хваджуном сейчас придём. Так. Не знаю, хорошей это идея или нет. Потому что что-то, мне кажется, я уже выкрутила бегунок своих наушников. Чуть-чуть я сделаю посильнее звук. Вот как-то так. Так. Зелёный круг. Так, почему-то тут нам не озвучили ничего. Так. Еды у меня, кстати. А может, кстати, может быть здесь у меня есть еда? Вот. Вот. Что-то надо срочно перекусить. А то у меня вечно тут копится какая-то. Интересно, я могу? Я не могу принять, потому что у меня ещё маленький уровень. Премиаппетитная коробка. Целебное зелье удачи. Вот это мы сейчас получим. Получим предметы. Не зря я это годами копила. Вот. Ещё недоступно. Вот. Да не могу, мне немножко напрягает вот это вот пульсирование. О, всё. Видимо 35% мы, наша жизнь уже вне опасности. Предлагаю полюбоваться. Пока мы ещё здесь, пока мир и покой. Да, обычно так бежишь, спешишь выполнять задания. И как-то даже забываешь, как здесь красиво. Разработчики старались, рисовали. А, вот и ты. Угу. То есть у меня складывается впечатление, что да, вот меня сразу направляют на обучение. Мы минуем всё вот это вот знакомство с другими персонажами, похоже. Не готовим, не едим совместно. То есть, в общем, нам не дают вот это вот... Лишили нас возможности испытать какое-то чувство сопричастности к этому, к этим персонажам. Ну что, покончили с утренними хлопотами? В последнее время старшие ученики тебя очень хвалят. Продолжай в том же духе. Учитель хотел поговорить с нами, а мусоны всё ещё нет. Прошу, разыщи его, а потом вместе приходите на встречу. Вы не опаздывайте. Я знаю, где искать мусона. Иди за мной, я провожу. Хорошо, тогда иди за Чиньон. Так, давай. Ой, люблю, когда нам дают наконец эту способность быстро бегать. Мне кажется, мусон пошёл туда. Надвигаются тучи. Эй! Мусон! Что ты здесь делаешь, мусон? Все тебя ждут? Я уже шёл к вам. Ох, ты сегодня с утра пораньше. И не говори, кое-кто у нас любит поспать. Ой, что это? Что такое? Там... Я видела... В небе появилась прекрасная женщина в белых одеждах. Да ты грезишь наяву, Соня. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Медший, но Соня. Я долго ждал этого дня. Ты, кажется, хочешь мне что-то сказать? Ладно, давай. Ха-ха. Со временем ты всё узнаешь. Мы сейчас опоздаем. Давайте поторопимся. Так, чтобы перейти в состояние парения, нажмите Space. Да, ускорение в полёте ещё невозможно. Но, благодаря ускоренной системе обучения, это будет скоро. Не знаю, в чём дело, но учитель тебя искал. Иди скорее. Мы постройки Обучения Итак, все собрались! И наш новичок смотрю, тоже здесь... Пусть... Я собрал вас, мои ученики, потому что хотел сказать нечто очень важное. Сейчас о нашей школе почти все забыли, а ведь когда-то мы считались одними из лучших. Я создал свое учение, чтобы передать знания молодым воинам с благородными сердцами. Вы собрались здесь в надежде изучить боевые приемы пути Хона. Но не забывайте, сила дана нам для того, чтобы менять мир к лучшему. Не жалейте себя и всегда помогайте слабым. Следуйте зову своего сердца, будьте справедливы, искренни, честны, не оставляйте друзей в беде. И тогда тайна пути Хона сама откроется вам. Хорошенько обдумайте мои слова, сохраните их в памяти, чтобы не сбиться с верной дороги. Понятно? И еще одно. Новичок, я хочу поговорить с тобой, ступай следом. Надеюсь, что сегодня вы все будете усердно заниматься. Понятно? Так, давай, учитель, я готова следовать за тобой. Ой. Теперь ступай в дом за учителя. Ой, а я уже ступила. Ступила. Собака. Что-то я раньше на нее не обращала внимания. О. Раньше тоже так спешила пройти все. Никогда не обращала внимания, что здесь такой есть выход. И только сейчас обратила внимание, какое забавное существо держит мячи. Шестилапые. Так, нажмите перед книжным шкафом, чтобы взять книгу. Используй клавишу К, чтобы открыть книгу и повысить уровень. Листая страницы, ты узнаешь, какие боевые приемы можно выучить. Так, простите, если вы видите, когда вдруг замирает. И, кстати, надо будет потом посмотреть, как это все выглядит. При записи. Просто все-таки Blade & Soul такая новая для меня игра в плане записи. Я немножко переживаю. Хотя вроде это как уже третья запись. И даже был один стрим. Вот, надеюсь, что все будет хорошо. Так, инвентарь. Так, К предлагает мне нажать. Подойди сюда. Да, реально, я уже все забыла. И, честно говоря, вот это вот все боевые приемы, в моих воспоминаниях все по-другому. То есть, за время, что я играю, по-моему, это третье, если не четвертое изменение визуала. Подача вот этих боевых приемов. Как вообще потом в них разбираться, как потом выбирать в какой там стихии. Интересно, кстати, вот у Мастера Звук у них есть какая-то стихия. Потому что я смотрю, что там Звуковой Барьер, Звон Струны. Ну, приемы прикольные. По описанию прям огонь. Так, ладно. Итак, содержание этой книги для тебя больше не тайна. В ней описаны боевые приемы пути Хона. Внимательно изучай книгу каждый раз, когда повышаешь уровень. Я хотел бы сам обучать тебя, но здоровье уже не позволяет. Отправляйся на тренировочную площадку к наставнику Йен-Муку и покажи ему рукопись, которую я тебе дал. Йен-Мук тебе все объяснит. Как выйдешь, поверни налево и увидишь тренировочную площадку. Как выйдешь. Так. Ну, нам, в принципе, особо ломать голову не стоит. У нас есть мини-карта в углу. Как она, интересно, парит. А-а-а! Парит куда-то мимо! Эй! Блин. Сейчас я упаду. Я так чувствую. Хотела просто посмотреть, с каким выражением лица она парит. Это было чревато. Обалдеть, до сих пор я жив. Интересно, кстати. Я почему-то думала, что здесь я уже погибну. Интересно. И что, и как. Ладно, придется, видимо, прыгать в далекую даль. Чтобы уж до конца. Интересно, что я могу тут подняться? Чтобы поговорить, нажми на клавишу F. Слушайте, никогда тут не было столько раз, бывало. Блин, это сколько раз у меня, сколько персонажей. Я не знала, что здесь есть лесенка. Дорога, вернее. Так. И, похоже, я просто сейчас поднимусь в ту локацию, куда я должна была прибыть. Или да, или нет. Ну, я хотя бы не свалилась насмерть. Вот кто-нибудь, кто тоже давно играл в туалет. Реально, вы бегали, тут исследовали. Или вы так же, как я, сейчас впервые увидели, что, свалившись с этого постамента, можно подняться вот так. Блин, я не знала. Столько лет. Не знаю, сколько там. Десять лет скоро будет, как я знаю. Чтобы поговорить, нажми на клавишу F от учителя. И что он просил мне дать? Это книга. Неужели учитель дал ее тебе? Меня всегда забавляет, что здесь еще в таких кружочках пишут, типа, мысли персонажей. Вам прикольная фишка. В ней записаны тайны боевого искусства, которым владеет Хон Сакко. Тебе повезло. Иногда, кстати, можно посмотреть, какой персонаж не очень хороший. У него такие темные мыслишки там можно вычислить. Ты больше не послушник, а такой же ученик, как все мои. Поздравляю. Теперь я начну заниматься с тобой. Приготовься. Обучение будет неизвестно. Возьми оружие, и мы начнем тренировку. Поздравляй. 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 Молодчик. Мы же можем поздравлять. Молодчина. Тебе пора научиться основным боевым приемам. Иди за мной. Класс. Прям очень заинтригована, как она будет. Так, давай. Но сначала тебе нужно усвоить одну важную вещь. Чтобы использовать боевой прием, нужно смотреть на противника. Если ты этого не сделаешь, даже самый мощный прием будет бесполезен. Понятно? Атакуй красного манекена приемом звон струны. Ага. Так, с этим мы справились. Атакуйте синего манекена. Зачем? Нажмите клавишу 1, чтобы защититься приемом звуковым барьером. Что позвали? Скорее прочти. Видишь справа название миссии? Щелкни по нему левой кнопкой. Так, хватит витать в облаках. Лучше как следует потренируйся на манекенах. Обряд посвящения просто так не пройти. Я буду ждать тебя в пещере испытаний. Поспеши. Почему-то мне такое есть воспоминание, что раньше вот этот процесс обучения состоял не из двух этапов. Типа один раз чего-то ударяй, один раз от чего-то защитись. Как-то ощущение, как будто бы меня обманули. Либо считают, что... Я вот поняла, что сейчас мне не хватает, чтобы у меня было два экрана, чтобы на одном экране я видела процесс работы ОБС, и мне не приходилось периодически переключать, смотреть, все ли корректно работает. Так, отправляйтесь в пещеру испытаний, чтобы открыть карту нажмите М. Требуется, чтобы я М нажала. Я нажала М. Что, не засчиталось? Так, может быть, не в полете надо открывать? А, кстати, да, я вспомнила, что если нажимаешь Н, карта становится такая непрозрачная. Так прозрачная. А, в принципе, логично. Вот к этой пещере испытаний, сколько раз же мы пребывали, я никогда в жизни не отходила в сторону, мне даже в голову не приходило, что там. Вот она, зашоренность. Боже мой, я ему там до пояса даже не достаю. А мне казалось, что у меня высокий персонаж. Да, когда не с чем сравнивать при создании, кажется, совершенно другие пропорции. Так, войдите, атакуйте манекенов. Ну что, мы умеем. Ну, по сути, это как будто бы легко было. Значит, ты новый последователь пути. Ой! Да. И вот одна из прекрасных фишек этой игры. Ну, так себе, конечно, фишка, учитывая, что мне почти свернули шею. Но нам здесь показывают, что есть вокруг мобов и так далее... Как она называется? Такая ария, выползая за которую, можно медитировать. И восстанавливать свою энергию. По-моему, на вот это отползание сколько-то секунд дается. Вот, и восстановление 20 секунд. То есть, получается, выходишь из зоны действия агромоба, все, можно воскрешаться. Ну, я так не помню. Вот у всех примерно такое одинаковое пространство, потому что мне кажется, что... Иногда надо и подальше отползти. Чтобы восстановить здоровье, прими целебное зелье. Так, вот у меня есть целебное зелье. Восемь. Вот, теперь другое дело. Теперь ты настоящий воин. На этом испытание окончено. Я пойду вперед, а ты за мной. У меня было. Так что я пошел, а ты догоняй. Так, мы уже мужественного четвертого уровня. Прям, посмотрите. Наши мускулы играют под вот этой вот... Легкой одеждой. Так, нет. Никакого гибридного управления. Вот. Мы видим, что... Все плохо. Так, мне надо отправиться к учить. Почему-то мне там даже не... Либо я затупила, но мне еще как-то показалось, что не было возможности даже напасть на них. Все собачки мертвы. В общем, недолго длилось сидели. Каждый раз я ужасно переживаю это. Лучше о себе подбеспокойся. Ты покладишься! А-а-а-а! А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Беги. Спасайся. Быстрее. Где сумеречный клинок? Говори. Чин Сайон, я думал, ты погибла. Ты ошибался, Хон Сахэн. Юран, Гогабун. Так, красным кругом на мини-карте обозначено местонахождение монстров, уничтожение. Ну, в принципе, прикольное оружие дальнего боя. Ну, вот это совсем не прикольно. Не знаю, каждый раз, когда смотрю, думаю, ну что... Ну, типа, сколько раз уже все это виделось. И каждый раз вот... Как в первый раз. Мусон, неужели... Учитель, и это все? Неужели вы не способны на большее? А я еще подмешивал яд в ваше лекарство. Зря старался. Да, мое лекарство. Но зачем? Все очень просто. Я хотел заполучить вашу драгоценную рукопись. Вы разочаровали меня, учитель. Что это было? Прием пути Хона? Хватит. Это же... Я тоже. Аааа! Ааа! Ааа! Неплохо, неплохо. Да, наш учитель прекрасен. Ты все такой же, Ходсок. Вот только я теперь совсем другая. Да, это так всегда неприятно, когда ты становишься разменной монетой в таких разборках. И все из-за тебя как будто бы. Наконец, он у меня. Отпусти моего мученика. Хорошо. Не волнуйся, я сдержу свое слово. Ха-ха-ха-ха. Что? Да! Ай! 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 Может, стоит добить? Не нужно. Нет необходимости. Сумеречная рана смертельна. И вот, собственно, мы пришли к моменту, с чего все началось. Продолжение следует... Эй! Очнитесь! Вы слышите меня? Очнитесь! Эй! Да, не знаю. Каждый раз у меня прям такое муторное чувство после этой истории. Так что не только Геншин любит кормить стеклом. Вообще, азиаты, они стеклоеды. Вы в порядке? Вас разбудил шум? Я нам сую. Мой дядя спас вас, когда вы упали в море. Моего дядю зовут Дочин Пун. Он из вашей боевой школы. Правда, он уже давно покинул пик рассвета. Дядя возглавляет стражу бамбуковой деревни. Сейчас он отправился на побережье, чтобы отразить нападение пиратов. Ох, если бы вы только знали, как я за него волнуюсь. Вы еще не поправились, но, может, сумеете помочь, ведь вы тоже последователь пути Хона. Я не сомневаюсь, что вы справитесь с этими головорезами. У меня каждый раз вот очень неоднозначное ощущение от этого персонажа. И, кстати, я все ждала, когда история как-то все это раскроет. Но развитие истории, честно говоря, все равно не заставило полюбить этого персонажа. Скаж Го Сульчун стоит напротив лечебницы. Найдите его. Так, я все еще бегаю со своим доисторическим Каегымом. Интересно, как будут разные виды. Как-то с мечами еще понятно, а тут, блин, такой музыкальный инструмент. Посмотрим, в общем, как решится дизайн. Так, куда нести? Я уже забыла. Отнести ящики на бамбуковое побережье. А, вот. Не знаю, кто вы, но спасибо. Вы, наверное, друг командира. А, точно. Вы недавно едва не погибли. Вам лучше? Отлично. Вы ищете дочь Ун-Пуна? Он на побережье. Сражается с пиратами из морского братства. Вон там, видите? Берется один против целой толпы. Это и есть дочь Ун-Пуна. О, сейчас, по-моему, будет мой любимый момент. Ну, не то, что любимый, прям самый любимый. А просто вот классный момент в этой игре, который просто как в фильмах Гая Ричи представление персонажа. Дочь Ун-Пуна. Почему-то мне кажется, что раньше как-то по-другому уровень обозначался получение нового уровня. Может быть, так и было. Я уже просто не помню. Не помню, чтобы крылья были радужными. Так. А, спасти стража. Помогите. И легко, взяв на свои маленькие хрупкие ручки, мы отнесли на речение очередного солдата. Этот бедняга так обессилен, что не мог даже медитировать. Еще немного, и было бы поздно. Он наверняка бы погиб, не приди бы ему на помощь. Ах, это же вас спас наш командир. Вижу, вы быстро пришли в себя. Командир говорил, что вы будете в порядке. Но, признаться, я никогда не видел такой раны, как у вас. Да уж. Не заставили нас поволноваться. Вернитесь лучше в лечебницу. На деревню напали пираты, так что снаружи сейчас небезопасно. Вы хотели, наверное, поговорить с Дочун-Пуном? К сожалению, вы разнимались. Он уже прогнал пиратов, и теперь ищет на берегу раненых товарищей. Идите в лечебницу, где вы очнулись. Не сомневаюсь, скоро командир вернется. Медлить нельзя. Скорее! Так, оперативно вернулись. О, вы в порядке? Дядя сказал, что скоро придет. Рад, что вы в порядке. Вы несколько дней пролежали без чувств. А как очнулись, сразу в бой. Достойный ученик пути Хона. Я забыл представиться. Меня зовут Дочун-Пун. Сейчас я возглавляю местную стражу. А в прошлом был, как и вы, учеником Хон Сак-Кы. Недавно разразилась сильная буря. Я увидел, что школа горит и поспешил туда. Но я опоздал. Учители и все остальные... Кто это сделал? Кто посмел? Я не знаю, кто такая Чин Сойон. Но, кажется, однажды слышал ее имя от учителя. Если она сумела победить самого Хон Сак-Кына, великого мастера боевых искусств, без помощи мы с ней не справимся. Мусон иногда бывал у нас. Надо сказать, он мне никогда не нравится. Что-то недоброе было у него в глазах. Он должен ответить за свое преступление. Но сам я отомстить не могу. Пираты из Морского Братства хотят захватить нашу деревню. Мой долг дать им отпор. Хорошо, что мы из одной школы. Надеюсь, вы поможете мне одолеть проклятых налетчиков. Мы не позволим пиратам хозяйничать на нашей территории. Нужно прогнать отсюда этих головорезов. Я отправлюсь на поиски их логова. Ну а вы пока присмотрите за деревней, хорошо? Спасибо. Поговорите со стражем госальчона. Вы уже знакомы с ним. Я пойду на выстрел. Сырой удар. Хорошо. Будьте осторожны. Так. Надо на выход и снова с этим пообщаться. Извините, что так грубо с вами разговаривал, когда мы отбивались от пиратов. Я решил, что вы просто подносите патроны. Вообще-то, за припасы отвечает Доданхан. Но в нужный момент он, как всегда, куда-то запропастился. Он единственный сын командира. Хотя между ними нет ничего вообще. Может, он ему не родной? Я думаю, что у пиратов есть шпион в деревне. Сомнений быть не может. Все указывает на это. Готов поспорить? Это глупый мальчишка Доданхан нас предал. Только никому не говорите о моих домыслах, ладно? Кстати, раньше я так довольно динамично пролистывала все вот эти диалоги. Сейчас я их слушаю более внимательно. Я понимаю, что вот сейчас впервые я уловила, что... Ну вот командир стража, например, или кто это? Получается, он не командир. Ну, в общем, какой-то страж бамбуковой деревни Гусольчун. Что он считает, что это Доданхан был предателем. Интересно. Дело в том, что пираты появились, когда он стоял на страже. Как по мне, все это выглядит очень подозрительно. Обычно все эти диалоги так скип-скип-скип-скип-скип. Вот. Сейчас прям вчитываюсь и по новой. Теперь Доданхан куда-то исчез. Габон отправился на поиски. Если я прав, предатель приведет его к штабу пиратов. Где находится штаб, никто не знает. Но у матросов Морского Братства есть карта. Найдите ее и отправляйтесь на помощь Габон. Пираты Южного Братства на западной стороне побережья. Догоните их. Еще можно успеть. Так, Красный Круг на миникарте ведет нас куда-то туда. Интересно, в воздухе тут пока нельзя. Ничего не делаем. Никто не смеет бросать вызов Морскому Брату. О. А раньше, я помню, надо, не знаю, было пиратов 10 вырубить, чтобы получить. А тут, блин, один пират сразу выпадает. Как-то вот, с одной стороны, надо бы радоваться, что убрали скучный грин. Но почему-то ощущение, что слишком легко. Так, ну не скажу, что у этого оружия супер какая-то дальность. Вот. Дальность где-то 15 метров. Как-то можно было просто пробежать. Ха-ха-ха. 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 Ну, нападай. Сюда. Руки отрежутся. Здесь. О, слава богам. Вас прислал сальчун. Даже если нет, мне все равно нужна помощь. Вы думаете, что Дуденхан предал родную деревню? Этого не может быть. Он бы ни за что так не поступил. Никакой он не шпион. Уверяю вас. Он хотел задать хорошую трепку этим пиратам. Но в результате попался, и его посадили в клетку. Я с большим трудом добрался сюда, но испугался пиратов. Теперь прячусь и дрожу от страха. Да, он очень хороший выбор. Пожалуйста, спасите Донхана. В отличие от меня вы наверняка справитесь с охраной. Осторожней. Тот неловкий момент, когда ты уже победил. Но речь еще не договорилась. Я не хочу пределку. Ну, чего надо? А? Вы? Это вас спас отец. Вы вовремя. Хе-хе. Я так и знал. Сальчун обязательно прислал бы кого-нибудь. Непременно. Так что это не вы меня нашли. Вас сюда просто послали. Ну что, займетесь делом? Ну, сколько мне еще напротив прохода берег? Видите? Ну, вон там, смотрите. Там стоит пиратский корабль. В его трюме полно снарядов и пороха. Я поставил пушку так, чтобы одним точным выстрелом разнести этот корабль в щепки. Стреляйте. Убейте всех этих мерзавцев. Ну же, потомопитесь. Растерялись? Не хотите стрелять? Ну что, мне тогда выстрелить? Ладно. Я же дам им жару. Будет весело. Ха-ха-ха. Господи, маленький самоуверенный засранец какой-то. Это было частью операции. Конечно. Только во время каждой своей операции ты попадаешь в беду. Так. Вроде выстрели. Вроде ничего не произошло. И улетел. Да, я в порядке. Похоже, мы их спугнули. Хе-хе-хе. Используем даосский маяк, пока пираты не вернулись. Мы у себя на пике рассвета. Совсем отстали от жизни. Этот маяк позволяет быстро перемещаться по миру. Откройте карту клавишей М. Там будет значок. Нажмите на него. Потом объясню подробнее. Нажимайте. Так, в общем, в простонародье это просто телепорт. Кстати, вот только сейчас решила посмотреть, какие локации. Я так понимаю, что какой-то восточный остров появился. Это локация, где я вообще ни разу еще не бывала. То есть на момент, когда я забросила игру. Потому что, мне кажется, в землях небожителей я уже успела побывать. В разломе, походу, не была. Ничего себе. Хотя, нет, я бывала... А, точно. В разломе я бывала, но другими персонажами. А здесь они просто не активированы. Просто потому, что у этого персонажа еще не открыта эта локация. Так, все. Телепортаемся в бамбуковую деревню. Ну, пока все довольно легко. Честно говоря, я думала, что здесь будет какая-то более хитрая механика. Все-таки такое необычное оружие. Но реализация... Ну, пока ощущение какая-то очень простая. По сути, одной клавишей все. Происходит. Сюда! Сюда! Додан Хан сразу пошел в дом командира. Он велел и вам идти тут. Ну как? Понравился доский маяк? Когда я в первый раз им пользовался, то очень устал. Вас маяк перенес не очень далеко. Я-то в первый раз аж из долины Великих Скал вернулся. Запомните, когда путешествуешь пешком, тратишь свои силы. А когда используешь маяк, только деньги. Это каждый путешественник знает. Доросский маяк может перенести только туда, где вы уже бывали. Да, чем больше расстояние переноса, тем выше плата. Это очевидно. Пока не забивайте себе голову. Освоитесь понемногу. Ну, пойдемте к командиру. Он уже заждался. Дом командира стражей находится немного левее. Так, наконец-то закончилась тревожная музыка. Можно расслабиться, спокойно все осмотреть. Не знаю, базовое оружие выглядит, честно скажу, неинтересно. Вот этот вот задний никак не проработанный фон. Совершенно плоский. То есть, оружие добавили классно, но как-то реализация... А, и я смотрю, что... Оружие, которое не стреляет, пока нет цели. То есть, например, каким-нибудь мечом я могу его использовать и так просто. Здесь я могу только защиту использовать. Так, похоже, нам туда. После Геншина такое желание собрать вот это все. А в этой игре нельзя собирать. Так, вот насколько я помню, раньше с каждым этим персонажем можно было пообщаться. Вот, мне кажется, наверное, после дадут задание. Потому что, по-моему, эти квесты не порезали. Хотя, будучи оторванными от других, они кажутся... Немножко такими... Бессмысленными. Так. Посмотреть хоть интерьер и освежить все это в памяти. О, это вы? Почему? Вы не ранены? Там был Ингваниль. Мой сын едва не погиб. Да и вам тоже досталось. Пока вас не было, я отправил разведчиков на поиски Чин Сойон. Остается только ждать. Не сомневаюсь. Они найдут ее. Понимаю, вы горюете по учителю, но сейчас нам нужно держаться вместе. О, вы же еще не знакомы с моей семьей. Парень, которого вы спасли, мой сын. Еще у меня есть воспитанница. Ее зовут Намсо Ю. Она мне как родная дочь. Вы ее уже видели. Это она была с вами в лечебнице, когда вы очнулись. Я вот пытаюсь вспомнить, как это было раньше. Почему-то у меня было четкое ощущение, что когда дочь Онпун представлял нам Намсо Ю, он ее представлял именно как свою дочь. А сейчас, вот реально, из-за того, что один раз, в самый первый раз, четко так все прослушала, а дальше просто пропускала, качая новых персонажей. Вообще, сгладилась история. Сейчас, можно сказать, как в первый раз какие-то вещи. Нам Сой Ю мое сокровище. Пора бы ей вернуться. Нет, нет, не так. Слушай. Почему? Согласна? О, боже мой, я только что видела персонажа без головы. Несравненная красавица. Нам Сой. Так, я внезапно уже в восьмого уровня. Все в порядке. Как славно. Я слышала о том, что сделал мой брат. Он проявил себя с лучшей стороны, и это все благодаря вам. В знак своей признательности жители деревни приготовили небольшой подарок. Это три грамма. У вас их, наверное, уже много. Но это особенное. Прошу вас от чистого сердца. Примите ее. Так вы никогда не пользовались три граммами. Ничего страшного. Я научу вас. Три грамма – это таинственный предмет, который увеличивает мощь воина. Даруя вам новые силы, она становится частью вашего существа. Найдите среди своих вещей наш подарок. Нажмите на сочетание клавиш Ctrl-B, чтобы открыть окно запасного снаряжения. Перетащите выбранную три грамму в ячейку экипировки наверху. Можно использовать и другой способ. Достаточно щелкнуть по три грамме правой кнопкой мыши. Вот, попробуйте. У вас обязательно получится. Нажмите. Нажмите. О, как здорово. Так, я смотрю, наше тренировочное оружие уже покоцано. Или нам такой дали? Обидно, что мне удалось подготовить для вас только одну триграмму. Других фрагментов этого бага я не нашла. Мне жаль. Если экипированы три, пять или восемь триграмм с одинаковым названием, эффект от них будет гораздо сильнее. Но помните, воспользоваться преимуществами вы сможете только в том случае, если облачены в наряд. Иначе триграммы теряют свою магию. Вот, наверное, и все, чем я могу помочь. Жители деревни будут очень рады, если увидят, что наша триграмма вам пригодилась. Все с удовольствием найдут минутку с вами поболтать. Вы ведь еще не знакомы со старостой нашей деревни? Поговорите с ним. Он всегда сам привечает наших гостей. Он будет очень рад вам. Так, значит, идем общаться со старостой. Что там он кричит? Что за крики? Чего ругаешься? Друг мой, как вы себя чувствуете? Вам нельзя перетруждаться. Лучше отдохните. Желаю вам удачи. Друг мой, как вы себя чувствуете? Получается, здесь я могу пообщаться только с ней. Вам нельзя перетруждаться. Желаю вам удачи. Здесь можно прерывать диалоги. Так, насколько я помню, староста сюда. Давай, 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 давай. Что вы здесь делаете? Не знаю. Осматриваю окрестности. Потрепанный старый стол. Эй, я что, выйду сейчас? О, прикольно. Реально. Когда немножко отвлекаешься от заданий, понимаешь, что, оказывается, можно здесь выйти на балкончик. Я реально всегда думала, что это все закрытое... Ну, то есть... Часть интерьера, которую нельзя никак использовать. Что вы здесь делаете? Я староста деревни Гвадыки. Я вас раньше не видел. То вы. Что? А-а-а. Так это вы дрались с пиратами. Вы отлично справились. Спасибо вам. Я слышал, что вы пока останетесь в деревне, да? Рассчитывайте на меня и будьте как дома. Ваша помощь была бы очень кстати. Да, и еще. Пришло письмо от алхимика Гвачуна. Страж Гвачиль хочет встретиться с вами и просит зайти в лечебницу. Вот как? Странно. Тогда сами решайте, идти или нет. Ну... Ну все, ступайте. Тоже куришь? Так. Причем интересно, во время беседы... Вот он стоит так. А во время беседы прям четко сюда была камера направлена. Так. И появились какие-то боковые задания. Которые по какой-то причине не удалили, как все остальное. Повини... А, мне казалось, это было озвучено. Ну ладно. По вине пиратов стражи голодают. После атак морского братства наши голодовые опустили. Эх, сердце разрывается. Пожалуйста, передайте Хоому мое угощение. Это крабовая каша, сытная и питательная. И где его найти? О, хорошо, что вы спросили, а то бы я растяпа такая и забыла сказать. Найти Хоома несложно. Умеете пользоваться окном заданий? Нажмите клавишу J, откройте окно, выберите нужное задание и щелкните по кнопке локации. И вы сразу поймете, куда идти. Попробуйте таким образом отыскать Хоома, накормите его моей кашей, надеюсь на вас. И не забудьте, сперва нужно выбрать задание, а потом щелкнуть по кнопке локация. Нажмите клавишу J, откройте окно заданий и щелкните по кнопке локация. Вот я говорю, что мне кажется, что раньше этот квест был озвучен. Так, еще одно задание. О, я и не знала, что вы здесь. Вы ведь друг командира До? Слышала о вас от этой паршивки Намсую. Ох, простите, не хотела показаться грубой. Как подумая о ней, начинаю кипеть от злости. Настосящая прохвостка. Бедный Гван Чольсу. Не может сопротивляться ее чарам. Гван Чольсу, дурень, потерявший от любви голову. Ума не приложу, что делать? Смотреть противно. От расстройства моя кожа увядает на глазах. Говорят, вернуть красоту можно с помощью жемчужной крошки. Но из-за пиратов ее не достать. На бамбуковом побережье слишком опасно. Прошу, соберите для меня жемчужины. Иначе я не смогу смотреться в зеркало. Так, мне казалось тут, конечно, больше. Но, может быть, я уже ошибаюсь. Так. Так, пойдем по порядку. Накормить голодного. Так, и как удачно. Все наши задания в одной стороне. Так, и что мы? Ага. Не люблю, когда есть куча растений, через которые нельзя пробежать. О, у меня в животе так урчит, что всем слышно. Ужасно неловко. Вы здесь зачем? О, это каша из крабов, приготовленная тетушкой Пекон. Спасибо огромное. Давно во рту не было ни крошки. Скоро ноги подкашиваться начнут. Вы, наверное, тоже проголодались. Хотите попробовать? Так, с этим покончено. Где-то там на побережье мы должны наковырять раковин. О, я смотрю, что здесь появилось... Так, а в этой... Здесь, по-моему, нам не нужно, получается, с крабами сражаться. Потому что, я помню, раньше надо было. Так, кстати, интересно. О-о-о. Вау. Ну, прикольно. Теперь можно не только одной клавишей. Но уже поинтереснее. Интересно было бы, конечно, узнать все эти комбинации. Как все это между собой перекликается. Кстати, у нас только уже накопилось. За время пребывания в игре. Так, сначала... Забежим в лечебницу. Так, лечебница. Так, заверну. Кто вы? Как хорошо, что вы пришли. И вовремя. Слава богам. Бедняга Гвачиль очень хотел увидеться с вами. Ах, вы же не знаете. Стража, которого вы спасли, зовут Гвачиль. Он хочет непременно отблагодарить вас. Вот только рана серьезная. И он не может встать. Он хотел подняться, но я ему запретил. Ступайте к нему. Проклятые пираты. Спасибо вам большое. Что вы же они натворили? О, это великая магия корейского лечения. Парение в воздухе. Ладно. Это же вы спасли меня. Ой. Надо встать и поздороваться с вами. Вы ведь с пика рассвета. Значит, из той же школы, что и командир. Вы спасли меня. Спасибо. Все в порядке. Надо встать и обработать раны. Я поправлюсь. Не беспокойтесь. И тем временем, мой персонаж, который вообще уже забыл про этого стража. Кстати, вот при этом освещении, по-моему, отлично выглядит. И глаза зеленые заметно. Прямо красота. Боюсь. Гвачиль всю жизнь будет прикован к постели. Он держится молодцом. Но дается ему это непросто. Пираты убили его сестру. И он начал изучать боевые искусства. Хотел проверить свои навыки в сражении. И вот к чему это привело. Я даже не знаю, поможет ли ему лекарство. О боже. Как будто внезапно другой человек стал озвучивать. Во время прошлой атаки пиратов. Рана серьезная. И если ничего не сделать, то кости срастутся неправильно. Мне обещали добыть лекарства. Но так и не принесли. Вы правда хотите помочь? И хоп, и опять другая озвучка. Тогда сходите на побережье и добудьте сок песчаного моллюска. Для таких ран это лучшее лекарство. Может быть, там еще остались пираты. Будьте осторожны. Нет ничего дороже жизни. Так, значит, с крабами, видимо, все время все-таки придется посражаться. В общем, сейчас будем добывать сок из моллюсков. Ой, как было прикольно. Она какую-то мелодию сыграла. Я вспоминаю ностальгически те времена, когда прибегаешь. Здесь куча людей. Так как это одна из стартовых локаций. И, видимо, вообще никто... Ну, либо никто не начинает игру заново. Либо игра вообще полностью заброшена. Ну, потому что ни одного новичка. А это не как в Геншине, когда ты играешь там соло. Всю игру в своем отдельном мире. Как интересно. Я попала вообще в краба, который в другой стороне был. Да. Давай, собирай. Так, может быть, спасение стража. Практически завершено. С нетерпением жду, когда мне дадут какой-то новый костюм. Я бы перекинула парочку костюмов, у меня есть лишние, на основном персонаже. О, это вы. Но, по-моему, это только за донат. Перекидывать персонажа на персонаж. Нужно иметь специальный какой-то ресурс, который покупается за донат. Спасибо. Спасибо. Гвачиль спасен. С этим лекарством я точно поставлю его на ноги. Я вот не уверена, стоит ли вкладываться финансово в игру, которая вот в таком полузаброшенном состоянии. По сравнению с ним, вы просто в полном порядке. Я знал, что вы из школы Путихона, но не ждал вас так скоро. Ваша боевая школа прославилась не зря. Кстати, вас искал командир До. Загляните к нему. Так, в общем, желаем здоровья стражу. И отправляемся. О, я видела человека! Да, вот, к сожалению, вот эти вот... локации за такими зелеными дверями, как бы порталами, они вот как раз соло. Но вот здесь можно увидеть персонажа другого, другого человека. А-а-а, есть другие люди! Еще не все потеряно, но как бы да. Вспоминая, как обычно здесь оживленно. Так, в общем, все, мы спасли красавицу. Кожа ее будет белоснежной. Так, а командир До ждет нас здесь. Так, опять нам что-то решили не озвучивать. Вижу, вы не любите сидеть без дела. Я уж думала, вы совсем про меня забыли. Кстати, вы не видели Данхана? Я не могу найти старосту. И Данхан как сквозь землю провалился, а я хотел попросить его доставить важное письмо. Куда подевался этот мальчишка? Ну, естественно, мы можем доставить письмо. Вы уверены, что справитесь с моим поручением? Лес мертвецов куда опаснее, чем побережье. Не знаю, стоит ли отправлять вас туда. Впрочем, такое дело наверняка по силам ученику школы Хона. Я не сомневаюсь в ваших способностях. Вот слушайте, реально, как будто бы было какое-то обновление, в ходе которого просто потерли часть диалогов, ну, именно озвучки. Потому что вот сейчас только что кусок был озвучен. А здесь опять не озвучен. Отлично. До леса мертвецов отсюда далеко. Идите туда и попробуйте отыскать старосту. Я очень на вас надеюсь. Дорога, ведущая в нужную сторону, начинается в северной части деревни. Найдите на посту стражи Гон Самсика и передайте ему мое письмо. Надеюсь, со старостой все в порядке? С ним все хорошо. Он же со стражем Бомпаком. Так, отлично. Так, куда ведет нас? Ну и как водится, Наверное, телепорта у нас туда нет. Придется бежать ножкой. Что мне нравится, когда пересекаешь, ну, переходишь из локации в локацию, вот эта вот шкала энергии пополняется. Дом на каких-то опорах. Просто над пропастью. Ну, мы невероятно сильны, благодаря нашему уровню. Поэтому мы с моим персонажем просто напрямки. Даже ничего с них не выпадает. А-а-а! Больно! Забавно, конечно, она бегает. Так, обе руки заняты. Двуручное оружие. Так, судя по звуку, здесь активировался телепорт. О, я помню вот этого персонажа. У нее... Ну, как-то ее немножко убрали. Немножко убрали полностью. По-моему, с ней сюжет. Но я помню, что она была очаровательна. Я переживаю за старосту. О, вы друг командира? Рад встрече. Я давно ее ждал. Я Гон Самси. Вижу, вы принесли письмо от командира. Обычно подобными поручениями занимается Доданхан. Но так даже лучше. А если бы за дело взялся Доданхан, ничего бы не получилось. Так, припасы. А ими заведует староста. Нужно показать ему письмо. Но недавно он пошел к высохшему колодцу со стражем Бомпаком. Все знают, что в тех местах полно пиратов. А им хоть бы что. Видимо, у них было какое-то очень важное дело. Какие храбрецы. Эх, они так рискуют. И все-таки я беспокоюсь. Может, вы сходите к колодцу и поищите старосту? Все стражники сейчас заняты. Больше мне некого просить. Хе-хе. Так. Я думаю, что, наверное, стоит подлечить свое оружие. Потому что пока что-то новое не дают. Я уже, честно говоря, не помню, как тут заниматься самолечением. Управление снаряжением. Точно, у огня надо это делать. Почему-то мне казалось, что должны были в какой-то момент это объяснить. Так, оружие починено. Что мы тут имеем? Не мы, не. И так как нет денег, я не могу использовать кошель путешественника. И, насколько я помню, учитывая маленький уровень, я, наверное, еще не могу тут ни складом, ничем пользоваться. Реально, не помню, в какой момент это появляется. По-моему, на 20 уровне. Так. Что ж, пойдем спасать старосту. Так. Высохший колодец, вот он. Внезапное перемещение теней. И... Жутковато. Жутковато. Да, тут некоторые моменты, естественно, я помню, поэтому так сразу смело нырнула. Ну вот, такая пещера. Неплохой заброшенный колодец, да? Воды толком нет. Какие-то кристаллы, которых я раньше, кстати, не замечала, или они появились там... недавно. Так, страж сбежал, а вот наш староста. Что вы сделаете? Втайне, на это есть свои причины. Гон Самсику надо поумерить любопытство. Кто-то из жителей нашей деревни шпионит для морского братства. Поэтому я держу свои планы в секрете. Если шпион о них проведает, нам конец. Похоже, я заставил всех поволноваться. Пора вернуться в деревню. Не переживайте. В юности я изучал боевые искусства и могу за себя постоять. Так. Отчитаться перед стражем бамбуковой деревни. Ну, давайте, раз уж не тут, освежу в памяти, что здесь вообще. Так, если я правильно помню, это каменная виверна. И когда она не нападает... Блин, я реально никогда их не рассматривала. Я все это время думала, что это просто летающая вот такая вот лампа. А вон виверна реально сидит. Вот минусы быстрого прохождения. Такие мелкие детали не замечаешь. Какая милашка. Это прям реально виверна, которая летает и держит лампу. И, насколько я помню, можно вот так кидать. А, нет. А как кидать? Давай вот так и вот так. Хо-хо. Да, что-то еще помню. Так. То есть есть такой массовый удар. Шпионишь? Умри! Так. Получается все. У меня еще нет ключика. Я не могу открыть сундук. Ай. Ну, ладно. Так. Но. Из плюсов. Теперь, так как там активирована точка телепортации, прямо из локации, это очень удобно. Можно переместиться. А не эти ножки. И почему-то, когда я улетала, сундук был открыт. Это нормально? Я вот его не открывала. Этот бегущий маленький Лин. В полосе загрузки. Если ты следуешь по пути Хона, прочти это послание. Так. И вот нам прислали послание. Награда за выполнение деньги. Так. Ага. Вот послание. Зов фракции. Да. Не знаю, насколько живо еще это мероприятие. Но здесь есть фракции. То есть в зависимости от выбранной фракции. Ну, часть игроков становится твоими либо союзниками, либо противниками. Вот. Я периодически то одну, то другую фракцию выбираю. В принципе, большой разницы не вижу, потому что примыкаешь к одной партии, все время слышишь кучу негатива в другую сторону и наоборот. Люди всегда недовольны другими. Справиться или нет. Так. И это где мы должны поговорить? В тайной пещере или в бамбуковой деревне. И вступить в оливианство. Так. Что еще у нас там было? Еще одно послание. Я повсюду слышала о том, что ты следуешь Путихона. Попробуй доказать мне, что это правда. Я буду ждать тебя в высохшем колодце. Если ты из школы Путихона, то не испугаешься. А, я должна была заранее, перед тем, как спускаться в колодец, прочитать это задание. Тогда бы сейчас не пришлось идти туда второй раз. Если ты придешь сюда, то вернуться назад уже не сможешь. Поэтому не забудь сначала закончить все свои дела. Запомни, что вернуться той же дорогой обратно не получится. Я раньше тоже этого не знал, а когда понял, было уже поздно. Справиться или нет. Вау. Класс. Ешка тут офигенно работает. А я, видимо, случайно нажала и... Шикарно. Так, АСС. Класс. Класс. А, вот и вы. Староста уже был здесь и пошел обратно в деревню. Вы с ним разминулись. Кстати, недавно приходили до Данхан и Нам Сою. Они хотели встретиться с вами. Похоже, у них к вам какой-то важный разговор. Правда? А, честно говоря, я место себе не нахожу каждый раз, когда Нам Сою уходит так далеко от дома. За пределами деревни в последнее время небезопасно. На Сою могут напасть пираты, а сражаться она не умеет. Я часто ее тут вижу. Каждый раз, приходя сюда, она отправляет почтовых голубей. Не мое это дело, конечно. Но интересно, кому она пишет письма? Вряд ли. Нам Сою ведет тайную переписку с пиратами. Да что я болтаю? Нет, нет. Глупости. Красавица, Нам Сою не может замышлять что-то другое? А, дурное. Так, друг, послушайте минуточку. Кажется, ваше оружие сломалось. Но вообще нет, я уже его поточила. Если встретить врагов со сломанным оружием, то может и беда приключиться. Я научу вас, как его починить. Для начала нужен молоток, подходящий для данного оружия. Если не знаете, какой использовать, посмотрите в описании оружия. Молоток можно купить в гильзии кузнецов или на рынке. Оружие можно починить около костра или столба дракона. Костер и столб дракона легко найти с помощью карты. Если поблизости их нет, отправляйтесь в любую деревню или к подземелью. Чтобы починить оружие, нажмите клавишу F около костра или столба дракона. Ну и теперь попробуйте отремонтировать свое оружие. Есть кое-что. Если у вас есть молоток, и вы рядом с костром, но клавиша F по-прежнему не появляется, значит молоток не подходит для данного вида оружия. Тогда загляните к оружейнику или бокалейщику и купите нужный молоток. Молоток можно приобрести у оружейника или бокалейщика в каждой области. Так, я не знаю, должна ли я как-то продемонстрировать, что я разобралась. Нельзя демонстрировать предметы, прочность которых максимальна. Ну, будем надеяться, что это не было каким-то прям заданием. Так, придется еще раз спуститься в колодец. Так, сейчас я, наверное, уже не буду сражаться, потому что ключика у меня все равно нету. Свою силу перед этими пиратами я уже доказала. Так, осталось найти, где тут проход. Так, мне казалось, что в этом колодце должна быть. Ага, вот. Чтобы зайти так далеко, нужна сильная воля. Говорят, здесь объявился ученик Хон Сакына. Значит, это ты. Всему свое время. Для начала покажи, что ты можешь. Если ты и правда последователь пути Хона, тебе должны быть известны основные приемы мастера мелодий. Используй прием звуковой барьер, чтобы отразить мой удар. Если сможешь меня одарить, я, может быть, назову свое имя. Используй прием звуковой барьер для защиты. Так. Э? Наверное, я с опозданием это сделал. Э? Неплохо для новичка. Что? Не узнаешь? Это я, Хваджун. Сюрприз. Ты не представляешь, сколько мне пришлось пережить. Чтобы рассказать о моих приключениях, понадобится несколько дней. Хорошо, что мы снова вместе, друг. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Ха-ха. А ты уже многое умеешь. Если кто не помнит, это один из учеников нашей боевой школы. Из-за того, что порезали очень много квестов. Ну, он реально вообще не остается в памяти, потому что, если помните, я просто подходила к кровати, где он спал. Вот. И это тот единственный момент, когда мы с ним взаимодействовали. А так, по сюжету, насколько я помню, раньше он давал задание пойти разжечь костер, нас знакомили еще с какими-то учениками, что-то такое было. Вот. То есть мы готовили ужин, и все вот это вот порезали, как, видимо, ненужное, но это вот давало какое-то чувство близости с этими персонажами, а так получается, он так говорит, это же я, а ты такой, кто? Я тебя не помню. Что ты так смотришь? Будь-то перед тобой призрак. Мне столько всего нужно тебе рассказать, а времени у нас так мало. Сейчас для тебя самое важное закончить обучение основным приемом школы Патихона. Я все тебе объясню. Слушай внимательно. Я буду заниматься с тобой, пока ты не овладеешь базовыми приемами в совершенстве. Сегодня потренируем прием звон струны. Йен Мук должен был рассказать тебе, что звон струны это твой основной прием. Давай потренируем прием звон струны после смены стойки на манекене. Так. Окей, что? Отлично, тяни. Отлично, окей. Ты все, что от нас требовался. Ну что, трудно было. Главное здесь использовать приемы непрерывно. Один за другим. Если ты изучишь особенности боевых приемов, то сможешь эффективно использовать их в серии. Но для этого надо упорно тренироваться. Да, совсем забыл. Из тренировочного зала нельзя выйти так же, как войти. Выходить отсюда нужно драконьей тропой. Но драконья тропа выведет тебя из подземелья. Так что уходи только тогда, когда закончишь все дела. Запомни. Ну так, в общем, это та тропа, которой мы можем выйти. Но так как это не обязательно и лучше переместиться, наверное, где у нас есть задание. Ну что, это удобно. Сходил в данж, переместился туда, куда тебе нужно сразу. Потому что, например, я вспоминаю, по-моему, в Геншине только через вот такую... Только через такой вот выход можно выйти. или нет, надо... Слин, вот реально вот... Когда играешь в несколько игр, все начинают путаться. Ага, ребята нас здесь вот ждут. Я туда не пойду. Отец рассчитывает на тебя. Ты не можешь так поступить. Я чуть со скуки тут не умер. Пока ждал. Где вы ходите? У меня к вам срочное дело. Найдите на кладбище лунной тени стража Йокки-сана. Он немного туповат. Скажите ему, что вы пришли по просьбе командира. Выходит, староста был прав, когда говорил, что вы очень любопытны. На месте все и узнаете. Идите, не стойте столбом. Какой он вообще надменный негодяй. Я не справлюсь. Кладбище лунной тени? За кого отец меня принимает? Надо было возглавить атаку на морское братство. Во что бы то ни стало. Отец все еще считает меня ребенком. Ведет себя как ребенок. Как же быть? Пожалуйста, простите Данхана. Он иногда бывает таким недотепой, что мне за него стыдно. Он умолял отца смягчиться и дать ему еще один шанс. Наконец, тот согласился и поручил Данхану одно важное дело на кладбище лунной тени. Там случилась большая обида. Данхан с радостью бы выполнил поручение, но он ужасно боится призраков. Поэтому он и взвалил свое задание на ваши плечи. Брату не миновать нагоняя, если он исправится. Он должен показать, на что способен. А если не сможет, лучше бы ему лишний раз не попадаться никому на глаза. Вот так. Мне и в крематорий нас ждет первый босс такой, с которого мы можем получить костюмчик, если все осталось так, как было. Вот, собственно, этот босс бессмертный Ганси. Кстати, я смотрю, во-первых, я не знаю, может быть, дальше это задание еще появится, но как минимум пропало задание вот с этой красоткой. И помню, что было задание собрать яблоки, то есть вот с этих яблок надо было собирать плоды. Ой, как резко стало темно, что происходит. Это нормально? Нет, это как-то ненормально. Как-то темновато тут стало. Я, конечно, помню, что это такая... Крематорная локация. Ну, по-моему, это глюк какой-то. По-моему, никогда тут так темно не было. Блин, вообще ничего не видно. Ну, то есть, конечно, очень атмосферно. Но, мне кажется, раньше было светлее. Вот наш бессмертный гайз. Надо что-то делать с этим. Я подозреваю, что, конечно, это связано с моими настройками графики. И, честно, боюсь их трогать. Потому что в других-то локациях все было хорошо. А здесь просто тьма какая-то. Ну, реально, так вам не было. О, человек! Так, три грамма. Бог ты мой! Судя по всему, эти люди так... Сундучок сразу! Еееей! Отлично! Обычно там крутишь миллион раз. Короче, убивая Ганзи, получаешь так называемые сердца. Эти сердца можно использовать для таких вот круток. И выполняют либо три граммы, либо костюм. Потом есть шапочка и маска. Ну, то есть, можно посмотреть вот на персонажей. Кстати, мне казалось, что раньше они говорили из серии. Смотри на нас! Крутя это колесо! Типа, ты можешь получить такой же наряд! Смотри! Вот он выглядит вот так. То есть, вот такую шапочку. Такой вот амулет, который крепится на лицо, как будто бы ты Ганзи. И такой костюм. Блин. Простите, если очень темно. Я не рискну сейчас трогать настройки. Так. Ну, хотя бы сам персонаж как будто бы подсвечен каким-то внутренним светом. Не знаю, возможно, эту локацию сделали такой, чтобы она была более зловещей. Но реально, мне кажется, раньше так не было. Да, на этом персонаже костюм Ганзи выглядит довольно мило. И у меня теперь, получается, есть три граммы. А этого... Так. Где инвентарь? Вернее, этот склад. Отлично. Костюмчик убран на склад. Всё. И не занимает места в этом самом инвентаре. Так. По сути, мы сейчас полностью можем собрать... Мы и я. Можем собрать... А, нет, хватает. Супер. В пагогу обе смартного Ганди. Так, и есть такая переработка. Не знаю, насколько это все теперь нужно. Раньше нужно было все перерабатывать. Пока все перерабатывается в мусор. Ну, иногда получается какая-то желтая пыль, и ее для чего-то можно было использовать. По-моему, как раз для усиления более таких мощных. Вот такая вот особый порошок. А этот мусор можно, кстати, продать, по-моему, любому торговцу и получить, соответственно, сколько у тебя этого мусора, столько получаешь медных монеток. Когда ты высокоуровневый супер-мега-герой, конечно, тебе эти пять копеек вообще не делают никакой погоды. Но когда у тебя 64 медика плюс 7 медиков, это уже приятное подспорье. Раньше я как бы вспоминаю, тут фармили, чтобы выбить костюмы, шапочку и все такое прочее. Сейчас я не буду этим заморачиваться. Может быть, только благодаря вот этому такому заданию. Сейчас еще раз, наверное, убьем этого Ганзи. Ганзи – причина многих наших бед. Мы пытались покончить с ним. Все перепробовали, но ничего не добились. Ганзи нельзя победить, пока не развеются темные чары. Я пока не знаю, как снять заклятие. Но собираюсь выяснить, во что бы то ни стало. Чтобы провести исследование, мне нужен амулет Ганзи. Поэтому я и прошу вас о помощи. Иначе, боюсь, мы обречены. Если вы не отважитесь выступить против него, то кто еще осмелится? Я больше никому не могу довериться. О, если, кстати, повезет, я так понимаю, что мы можем получить новое оружие. Желаю вам удачи. И, насколько я помню, возможно, сразу дадут задание. Ой, задание. Оружие, которое подходит этому классу. Потому что раньше ты там ходишь раз за разом, чтобы получить нужное оружие. Ну, типа, фармишь босса ради этого. Сейчас, по-моему, практически сразу с любого босса тебе выдает. Вот как сейчас наряд. Господи, сколько там. Один раз я его завалила, и все. И у меня уже костюм. Его вам нужно. Я занят. Говорите по существу. Почему командир прислал не кого-нибудь из стражей о вас? Неужели он думает, что в наши ряды затесался шпион? Ага, то есть среди стражей есть шпион? Ага. Что? Шпион? Я такого не говорил. Вы меня неправильно поняли. Послушайте-ка. Мне нужна помощь. Я возился с этой серой. То есть, с одним важным поручением. И вдруг какой-то бандит ударил меня со спины. Я потерял сознание. Но перед этим успел заметить смотрителя могил. Он со всех ног убегал прочь. Его зовут Имсаджи. Он случайно оказался свидетелем нападения. Я пытался выведать у него подробности. Но парши ведь задаром и рта не раскроет. Все просит. Выполнить какое-то поручение. Мол, тогда расскажет. Но мне сейчас не до того. Дел по горло. Ни минуты свободной. Может, хоть вы и растормошите этого могильщика. Будь моя воля. Я бы ему всю бороденку вырвал по волоску. Терпение вот-вот лопнет уже. Ну, что еще? Мне очень интересно было бы узнать мнение тех, кто играл в Blood and Soul. Когда вот, типа, слушаешь вот эти все диалоги, которые раньше пролистывал, есть ли вот ощущения? Вот у меня прям ощущение, как будто я их раньше даже не слушала. Сейчас, потому что я записываю, я прослушаю. Так, слушай, мне не дают поговорить. Я видел, вы с Йокки-саном говорили. А сам он что же, струхнул? Если хотите выяснить, кто ограбил его, выполните для начала мою просьбу. Тогда я все расскажу. Сущие пустяки. По кладбищу бродят кровожадные ганси. Убейте их, а тела сожгите. Все до единого. Люди говорят, что я наживаюсь на чужом горе. Уж сколько лет слышу одни упреки. А ведь у меня тоже есть свои принципы. Сжигая тела умерших, я освобождаю их души, чтобы они обрели вечный покой в мире мертвых. Это дело праведное. Ведь кто они такие, эти кровожадные ганси? Бедняги, которые после смерти не нашли пристанище и блуждают по нашему миру. Не оставлять же их мучиться. Я прошу вас освободить души несчастных, а их тела придать огню. Проявите милосердие. Что скажете? Исполните мою просьбу или тоже струсите, как этот дуралей. Осторожно. Держитесь подальше от огня. Так, в общем, дико темно. Поэтому я думаю, что не буду я здесь особо задерживаться. Так, вот бессмертные ганзи. Э-э-э. Когда не видишь, куда бить, это очень неудобно. Так, и... Мне казалось, что я, конечно, уже завалила маленького кровожадного ганзи. Надеюсь, что в этой темноте я бегу куда надо. Но, похоже, нет. Так, вот лампы нам помогают. Не знаю, эта локация всегда была такой темной. А-а-а. По-моему, нет. Что-то пошло не так. Раньше, насколько я помню, нужно было троих ганзи поднести. На моей работе к запаху горелого привыкаешь. Отличная работа. Раз вы справились с мертвецами, теперь мой черед. Я расскажу, что видел. Этого стража ограбил бандит из черных драконов. Не мудрено. Тут столько разбойников развелось. Уж поверьте мне на слово. Это живые люди много юлят и не договаривают. Ну, а я всю жизнь провел среди мертвых и врать не умею. Теперь идите и расскажите обо всем Ёбки-сану. Если он хочет вернуть пропажу, пусть ищет разбойников из шайки черных драконов. Я чувствую, это задание делегирует нам. Так, интересно, дадут... Ага, ключик у меня появился. Талисман. Да, и талисман мне не подходит. Поэтому мы можем его переработать. Железная монета страны Нарю. А, не зря же я с Ганди сражалась. Может, что и выходит. Так, неизвестное оружие. Еще одно. Еще один наряд. Ничего себе, как щедро-то стало здесь. Поменяли они. Шапочку давай. Еще одно. Так, видимо, шапочку в этот раз мне не выдадут. К сожалению, если выпадает лишний наряд, который уже есть, его только продавать, как мусор, потому что увы, никак это ничего не переработать, не использовать. Так, надеюсь, среди этого будет то, что мне нужно. Пистолеты, кинжал. В общем, нет, это, по-моему, не то, что нам нужно. Потому что что у нас? Нам нужен КАЕГ. 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 Боже, наконец-то место, где есть люди. КАЕГ. 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 Если кто и может помочь с расследованием, так это он. Командир просил кое-что вам передать. Это сущность бессмертного Ганди. Используйте ее на колесе удачи и получите взамен оружие или триграммы. Триумфальный двенадцатый уровень. Еще одно. Так, это нам все на переработку. Интересно, хочется сразу все переработать. Да, это, по-моему, самая утомительная часть игры. Перерабатывать. Так, это я распаковала, чтобы убедиться, что это реальный наряд. Триграммы. Наверное, сейчас их уже не буду раскрывать. А вот новое оружие было бы прикольно получить. О, сундучок с украшением. Украшение это как раз вот это вот запечатывающее запечатывающее амулет. Не знаю, мне кажется, это забавно. Очень так аутентично. Так, осталось получить нужный но это не то, к сожалению. Так, все, надо выбираться из этой темной локации. Так, и на всякий случай прочитаем. да, вовремя читать все эти сообщения. Так, учитывая дикую темноту, нужно ориентироваться я помню, я помню, кстати, тут еще было задание с каким-то призраком. Такое ощущение, будто, что все это уже не будет. вообще так и предполагается, что должны играть в такую темноте. Так, сейчас активирую эту точку телепорта, попробую переместиться в другое место, честно говоря, мне очень напрягает. Мне кажется, что вот это вот затемнение создано именно для того, чтобы, типа, как-то атмосферу создать, потому что раньше такого не было. Была локация и локация. Ничего такого. Перемещусь-ка я в бамбуковую деревню. Чисто посмотреть, и заодно, может быть, выберем фракцию. Я уже почти уверена, что это будет... В этот раз я выбираю фракцию по очень простому признаку. Мне нравится красная одежда, поэтому, по-моему, это ханчон. У Мурима белая одежда, и белая одежда мне нравится гораздо меньше. Вот так вот и делается выбор между фракциями. Боже, здесь так светло. Это реально, значит, та локация специально так сделана. Люди. Человеки. Хоть посмотреть на новый наряд. После той темной локации даже кажется, что какой-то пересвет. Так. Где предполагается это выбор фракции? Ну что ж, маленький коварный лин. И опять нет озвучки. Вот здесь сто процентов была озвучка. Вы решились вступить в культ ханчон, только не говорите, что еще сомневаетесь. Я помогу вам сделать правильный выбор. Даже не раздумывайте, вы ли янь Симурим? Нет, ни одного стоящего воина. прибежище слабаков и трусов, которые не могут постоять за себе. Самое смешное, что если пойти в другую фракцию, они говорят то же самое. Точно, я знал, что вы сделаете верный выбор. И все же спрошу еще раз, вы уверены, что хотите посвятить свою жизнь культу ханчон? Ох, совсем из головы вылетела недавно глава культа ханчона. О, то есть значит у них перевес. Ну, в принципе я не спешу. Ладно, в какой-нибудь момент будет откат и можно будет выбирать фракцию, которая интересна, а не вот то, что тебе подсовывали. Что ж, на самом деле мне кажется уже достаточно было длинное видео, потому что эти задания они так и будут одно в другое перетекать. Поэтому невозможно будет вовремя остановиться и надо сделать это принудительно. Продолжим проходить как-нибудь в следующем видео. На этом все. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр!